Господи Резан, давайте уже определим дату свадьбы. Начнем приготовление, да? Да, конечно, господин, вы очень правы. Сначала нужно обратиться в ЗАГ, чтобы получить дату. Эль, дорогая, у вас свадьба будет в Анкаре? Вы приняли решение. На самом деле можно и в Америке? Да, конечно. Как тебе будет угодно. Знаете, идея неплохая. Да и раз господин Ирхан не может прилететь, мы отправимся к нему. Господи Резан, господин Ирхан, разве он сейчас не в Америке? Конечно. Он там сейчас за работой. Разве сейчас там не ночь? Да, это рассудка, ничего не осталось. Клянусь, у меня акклиматизация. Первый вижу, госпожа Резан, чтобы акклиматизация длилась неделю после приезда. Ой, клянусь, только сейчас могу прийти с себя. Эй, Люль, давай как-то поговорим с отцом твоим. Конечно, любимый, конечно, поговорим. Дюнеид, что это за дело со свадьбой в Америке, а, сынок? А почему нет? Можно отправиться в путешествие на яхте. Можем даже на яхте устроить свадьбу. Господин Ирхан тоже, наверное, придет на нашу свадьбу. Придет, придет. Ну, я надеюсь. Очевидно, вы со своей нерешительностью еще несколько дней не сможете забронировать дату свадьбу. Ну, не затягивайте сильно. Ну, раз уж так, ждем к главному вопросу. Дженеиду и Люль, я покупаю дом. Что за дом, отец? Чтобы у вас был свой дом, правильно? Подарок на свадьбу. Мы тоже хотим нести вклад. Половину заплатим мы. Ладно. Тогда купим дом получше. На днях за 400 тысяч видел. Да, прекрасная идея, дядя. Дядя, я бы что хотел сказать. Раз уж две семьи воссоединились, действительно можем купить дом получше. Вот, например, в парке Нару есть прекрасные дома. На днях смотрел. Они шикарны. Прекрасно. Тогда обсудите это с господином Арханом. Конечно, конечно. Ближе к вечеру обязательно поговорю. Однако будьте внимательны, чтобы там опять не было ночи. А то опять разбудите его еще. Спасибо. Тунч, давай пойдем уже. Уже больше не получится поработать. Видишь, от того, что я в гостиной, никто не приходит. Ладно, пойдем. Да и мы недообсудили с тобой. Ты, когда рассказала Джинейту о том, что увидела, как он отреагировал, я подумал, что он разозлится, но он не разозлился. Тунч, что-то странное есть в этой женщине. Ну, если послушать то, что ты рассказала, Джинейт тоже явно ее в чем-то подозревает. Надеюсь, я ничего плохого не сделала, сказав Джинейту. Если опять пострадаю я, не волнуйся. Ты лишь сказала то, что увидела, и правильно сделала. Эта Илюля опять что-то замышляет, но... Погоди. Ладно, я ухожу, ты идешь? Ладно, ты иди. У меня дела, лажу их и приду. Эй, Илюль! Чего ты хочешь? Утром, пока я шел, увидел, как твоя мама флиртовала с каким-то мужчиной. Что это? Что ты несешь? Знаешь, сейчас она, наверное, видится должна с ним. Слышал телефонный разговор. Что за глупости ты говоришь? Что ты опять пытаешься сделать? Слушай, я в поисках правды, Илюль. Ты ведь знаешь, что я совсем не люблю вранье. И поэтому, я Джунейт рассказал обо всем, что я знаю. Кажется, у дорогого папаша он корея Илюль. Хотя и Джунейт тоже, наверное, узнает, с кем твоя мама увиделась. Давай, отнимайся. А, эй, Илюль. Холодая вода? Пойдет на пользу. Выпьешь. Раз уж мы примерно наметили наши цели, тогда я пойду. А к вечеру я поговорю с Ирханом и сообщу вам. Конечно. Будем ждать. Я тоже выхожу. Хотите, вас подброшу. Не хочу нагружать. Ну что вы. Возьму ключи от машины и бреду. Конечно, не останетесь в отеле. Вечером ждем нас. И сауну мы включили. Я не в отель. Встречусь с одной подругой. Увидимся к вечеру. До удачи, господа Реззан. Вечером скажешь, что у папы другой подарок на свадьбу. Тупоголовая. Ты зачем говоришь то, из чего потом приходится выкручиваться? Да ладно, ладно. Надеюсь, примерно столько денег я тоже получу. Если это дело испортишь, ты от меня ничего не получишь. Спасибо, дорогой Джинейт. Да не за что. Как закончите, позвоните, вас заберут. Да не нужно. Да имейте дела. Увидимся к вечеру. Увидимся. Прости, паренек. Здравствуй, дорогая. Наконец, смогли вы соединиться, красавицы. Почему мы встретились здесь? Для этого. Больше не смог выдержать просто. Дорогая, хотела туда тебя в том месте, где я впервые тебя увидел. Не могу в это поверить. Да, мы ведь впервые с тобой здесь познакомились. Что ты за человек такой? На 10 дней пропал из виду. А потом... Пришел с этим. И нет смысла продолжать ждать. Стой, моя жена. Рызан. Огус. Да, Огус. Детка, думала, что избавишься от меня? Думала, что сможешь бежать от меня? Слушай, кто-то от тебя сбегает, что ли? Послушай, что ты замышляешь? Кто этот Осман Козан, а? Почему меня Арханом назвал? А это его дом? Где ты столько дней? На звонки тоже не отвечаешь. Это тебя где носит? Сказал, что от тебя делал в Анталии и куда-то пропал. И уже две недели тебя как ни слышно не видно. Чего ты вдруг вспомнил меня? Что камень в голову ударился? Не выводи меня из себя. Боже мой, у меня была работа, я работал. И... Смотри, что я тебе купил. И что же это? Сначала расскажи мне, что замышляешь? Сейчас не могу рассказать. Пусть тогда побудет у меня. К вечеру я приду. Будь уверенна, тебе понравится. Хорошо, хорошо. Только не приходи с пустыми руками, иначе я не пущу тебя домой. Что это? Что ты делаешь, а? Давай уходи, пока никто не увидел. Давай. Давай, ладно. Уйду. О, ничего себе, что мама только не дорожает. Что мама и Лиза было с таким человеком? Я очень провинилась перед вами, госпожа Зухрая. Правда, приношу извинения. Мне страшно, господа Рязан. Давайте не будем сейчас думать об этом. Завтра, послезавтра у наших детей будет свадьба. Давайте обсудим это. Извините, госпожа Зухрая. Конечно. Алло, Эрхан. Все нормально, нормально. Давай чуть позже позвоню тебе. Говорите, говорите. Слушай, ну так нельзя, не надо постоянно звонить. Раз уж собирался так волноваться, так и сам бы тоже прилетел бы. Ладно, хорошо. Пойду к тебе в комнату и позвоню тебе. Вы бы поговорили спокойно. Нет, нет, он сейчас очень затянет. Мы и так очень нервные, не хочу и вас нервировать. С вашего позволения. Конечно. Последние наработки вот здесь. Вчера я их собрала. Папа, хочешь посмотреть, чертежи готовы и все, как мы и обсуждали. Надеюсь, все хорошо. Ты тоже посмотрел бы на это. Дело готово. Я посмотрел. Ты обсудила с Эльвель последние вносимые детали? Мы работали с Джунейтом. Я посмотрел, отец Осман. Неплохо получилось. Хотя, немножко напоминает приглашение на сладьбу, но... Да нет, не преувеличивай. Чепуха. С вашего позволения. Схожу в уборную. Да ладно, Огус. Чего ты так обнаглел-то, а? Да и мы же вечером собирались встретиться. Да, хорошо, я знаю это место. Да, кафе Мила. Я тоже соскучилась. А потом пойдем ко мне. Давай, пока. Я собиралась в уборную. Иди, дорогая, иди. Миленькая такая. Ой, простите, пожалуйста. Я пришла. Эльфайм не переставая разговаривал. Не смогла положить трубку. Ну, раз уж мы все здесь, то давайте обсудим эту свадьбу. Да, давайте, вы правы. Давайте, мы тоже возьмем паузу. Госпожа Рязан, мы на самом деле для свадьбы некоторые приготовления провели. И платье уже готова свадебная мама. Превосходно. Почему, когда речь идет о свадьбах, девушки и женщины всегда думают только о платье? Ну, это женщины, дядя. Когда они надевают свадебное платье, они думают, что все закончилось. Когда придет господин Эрхан, вы говорили? Эрхан? Он же, наверное, прилетит на свадьбу, да? Сынок, между господином Эрханом и господином Эрханом есть кое-какие проблемы личные. Папа на самом деле все еще не хочет моей свадьбы, поэтому немножко напряжен. А почему? Насколько мне было известно, он убедился. Ну, это Эрхан, он то одно хочет, то другое. Но все вместе будем убеждать тогда? Очевидно, очень чувственно относятся к этому. Для папы дочери являются очень важными. Конечно, это так. Самое главное, где мы свадьбу будем проводить? Не обязаны в Анкаре устраивать? Джинейт, пускай свадьба будет незабываемой. Свадьба такой пары, которая так сильно подходит друг к другу, должна быть превосходной. На самом деле, кто-то устраивает под водой или же в воздухе, может что-нибудь такое сделать. Слушай, если продолжишь так говорить, то ты просто не увидишь эту свадьбу. Знаете, пусть Джинейт будет рядом со мной. Остальное не имеет значения. Мне больше ничего не надо. Ладно, брат Ферман, поговорим. Все здесь. Может, не с Арханом тоже сделать свадьбу, вспомнить это? Да, стоит. Джинейт, можем немного поговорить? Что случилось с Фердой? Ну, не пойми меня неправильно, но... С чертежами связано? Нет. С Эйлюль связано. Да ладно, забудь. Опять будешь меня винить, поймешь неправильно, я буду рядом с сестру Низера. Фериде, раз начала, давай заканчивай. Говори, что случилось. Разве отец Эйлюль не в Америке? Да. Ладно, все, забудь, Джинейт. Фериде, что происходит? Джинейт, утром, пока я приезжала сюда, я госпару Рязану видела с каким-то человеком. Они были очень откровенны. Ранее она говорила по телефону. Кажется, это был тот же человек. Разговор был странный. Что ты услышала? Слушай, не пойми неправильно, я просто... Фериде, скажи уже, а? Через два часа они встретятся в кафе, мило. Джинейт, слушай, я не хочу никаких проблем. Но я тоже не поняла, почему Гаспари Рязан так уйдет себе. Просто я это увидела и захотела, чтобы ты тоже узнал. Слушай, мне кажется, я не хочу ничего. Я даже хочу! Я хочу! Слушай, мне кажется, я не хочу! Я хочу! Я хочу! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну это тоже верно Но никто не знает, что у другого человека внутри Мам, тут нечего обсуждать Но я ведь с самого начала говорил тебе, что Кемаль здесь не сможет, ладно? Они дошли до свадьбы, но видишь, в два раза они вернулись обратно, значит... Это не благое дело От этой идеи стоит отказаться Послушай, ты же не радуешься, что у них ничего не получилось? Ты же... у тебя же надежда не появляется? Мам, послушай, что написано, тут той будет, что судьбе той проживешь Ты не говорила, что опаздываешь? Какой ты неспокойный, слышишь меня? Жидко неспокойный Ладно Не плачь, Бахар, пожалуйста Послушай, я обещаю тебе, все пройдет Иди, пожалуйста, умойся, а? Да нет Ладно, и так все нормально со мной Мама и сестра знают, что я здесь? Да, мы сказали Ну, а Кемаль? Как он? Где он уставался ночью? Не знаю и не видел Пожалуй, я пойду уже Куда ты едешь, Бахар? Садись, поешь чего-нибудь, позавтракали бы Нет, нет, я пойду Что? В общежитии остается? Боже мой, а? Ладно, доченька Ладно, дорогая, хорошо Давай, давай, удачи Привет, мама Мама? Не вздумай ничего, говорит Бахар Некоторое время вообще не говори со мной Очень больно сделаю тебе Я очень злюсь на тебя Мама Что ты говоришь? В каком состоянии лицо твое? Да ничего нет Упала Мама Тебе очень больно Все нормально? Благодаря тебе все совсем ненормально Мама, я... Молчи Даже голос твой слышать не желаю Понятно тебе это? Ты всех нас уничтожила Мне из-за тебя так стыдно Умереть хочу А этот парень Опозорила Сокрушила просто Заслужил он это? Вовсе нет Сестра Иллыз? После всего, что случилось Ты все еще можешь назвать меня сестра Иллыз, да? Я не буду спрашивать, почему ты так ужасно поступила, Бахар Но у меня есть тебе пару слов Когда отец сказал, что ты охочишься за нашими деньгами, мы все защищали тебя Но ты ради дома Ради денег продала свою душу Ты гордись собой Ты уничтожила моего брата Больше не вздумай приблизиться к моему брату НЕРЕДУАСЫ НЕРЕДУАСЫ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да, Бахар Козан хотел передать посылку Махар К тебе пришли Что это? Простите, мы вчера должны были вам это передать, но возникли сложности, поэтому только сейчас пришлось Прошу Можете расписаться тут Спасибо, хорошего дня Субтитры сделал DimaTorzok Что случилось? Закрылась в комнате, плачешь тут Что там пришло? Что написано здесь? Поскольку ты читаешь эту записку, ты уже моя жена На этом громофоне каждое утро мы будем слушать наши самые любимые песни Пока мы с тобой живы Каждый день, когда я просыпаюсь вместе с тобой, я буду любить тебя сильнее Жена моя Любимая Моя Бахар Хорошо, что ты есть И хорошо, что ты моя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok